Здарова всем ребят! На календаре у меня 4 ноября 22 года, пятница, и вчера, четверг, вышел патч 1.19, правда вышел только на общем тесте пока что. Вот, и доступен он только тем, кто играет там в Европе и так далее. В общем-то, Леста нам обещала запустить собственный сервер общего теста, но пока что это только обещание. Общего теста мы в ру-регионе пока что еще не видели. Тем не менее, я не думаю, что эти тесты будут сильно как-то друг от друга отличаться. Все-таки, ну, плюс-минус мы идем нога в ногу по событиям, по разработкам, по выпуску пока что танков. Может быть в будущем это как-то и будет отличаться. Но в целом, я думаю, отличий в патче 1.19 сейчас будет в регионах минимальное. Так давайте же посмотрим, что же там у нас в патче 1.19. Интересного сделали разработчики, интересное там действительно есть. Ведь номер патча-то ведь новый, то есть не 18, там 2, там или еще что-то, а прям 1.19. А это говорит нам о том, что какие-то прям изменения в механиках. Может быть новые ветки, может быть новые танки. Посмотрим, да? Ну, я уже знаю, но я так саспенс нагоняю. В любом случае, ребят, если вы, допустим, на Европу ушли, или вы угнали туда твинка, или у вас был твинк, он должен быть создан до 22 октября 2022 года для того, чтобы принять участие в тестировании. Ладно. Закончили с прелюдией. Давайте пойдем и посмотрим, что же там новенького есть. Томить не буду, сразу же с козырей зайду. Новое оборудование. Оборудование называется экспериментальное. Ну, давайте покажу. Лучше один раз показать, чем 10 раз рассказать. Значит, смотрите. Во-первых, меню оборудования было переделано. Теперь есть штатное. Ну, это обычное покупаемое за кредиты оборудование. Боновое оборудование, да? Есть трофейное, которое вы можете наладить. И, как вы видите, появилась четвертая вкладка. Теперь они все разнесены в разных местах. Четвертая вкладка. Экспериментальное оборудование. При этом название его может поменяться. А также его характеристики могут поменяться. И стоимость наладки тоже может поменяться. Как вы видите, у него есть функции наладки. Сейчас здесь представлены только три типа оборудования. Давайте я вам их расскажу. Первый тип оборудования – это комплекс улучшенной выживаемости. Сочетает в себе бонусы улучшенной закалки и измененной компоновки. Также есть у нас система повышения мобильности. Это сочетание турбонагнетателя и улучшенных механизмов поворота. А также система управления огнем, которая сочетает в себе усиленные приводы наводки и стабилизатор вертикальной наводки. В принципе, это то, о чем мы давно мечтали. То есть, вы занимаете один слот, но при этом получаете фишку. Мне, например, часто приходится выбирать, что лучше взять – усиленные приводы наводки или стабилизатор. Ну, чаще, конечно, идет о предпочтении стабилизатору. В общем, это оборудование можно поставить на любой танк. Неважно, там, второго уровня или десятого. А также его можно наладить. У него есть три уровня наладки, и они повышают немножечко характеристики. Первый уровень наладки, он, по-моему, соответствует штатному оборудованию. Плюс-минус. Но сочетает в себе, как я и сказал, сразу в одном модуле, в одной оборудке, сразу функции двух оборудовок. Например, стабилизатора и улучшенных приводов наводки. Я поковырялся, посмотрел. Для того, чтобы усовершенствовать, нужны какие-то запчасти. Эти запчасти в данный момент можно получить только одним способом. Это разобрать это же самое оборудование на эти самые запчасти. При этом с одной оборудки дается всего 100 запчастей. Ну, с оборудки первого уровня. То есть, для того, чтобы прокачать одну оборудку в топ до третьего уровня, вот сейчас стоимость прокачки до второго уровня стоит 400 запчастей. То есть, вам надо 4 экспериментальные оборудки разобрать. А со второго до третьего уровня 2000 запчастей. Итого нужно, получается, 20 плюс еще 4 оборудки разобрать для того, чтобы провести наладку. Я понимаю, что это общий тест, и здесь все характеристики потом могут измениться, но пока что выглядит очень как-то это, ну, дефицитно, я бы сказал, да. Также вы должны понимать, что эту оборудку экспериментальную нельзя будет никак не получить, не купить и так далее. Она будет разыгрываться, выдаваться, в общем-то, ну, в боевой пропуск, насколько я понимаю, пока что ее запихивать не собираются. Выдаваться, разыгрываться она будет, ну, в различных событиях, которые разработчики сами выберут. То есть они будут строго контролировать, сколько этой оборудки они раздали. По данным от ребят SWOT Express, первую эту экспериментальную оборудку мы с вами уже получим где-то в конце ноября в рамках награды, заслуженной награды, она же за награды ветерана. То есть первую вот эту экспериментальную оборудку мы с вами уже получим, по сути, на халяву. Второй раз ее, насколько я понял, опять же, от тех же ребят, что ее второй раз можно будет получить в рамках новогоднего наступления. То есть количество, качество и так далее я пока что точно сказать вам не могу и узнать мне его просто-напросто нельзя. Можно ли будет детали для усовершенствования этой экспериментальной оборудки где-то в боях получать или как-то еще получать, я не знаю. Пока что вот в игре представлена единственная механика, это взять экспериментальную оборудку, разобрать ее, получить запчасти и за эти же запчасти эту оборудку улучшить. Кроме того, чтобы поменять эту оборудку, вам также нужны будут запчасти в районе 50 запчастей для того, чтобы ее снять, а не уничтожить с конкретного танка. Дорого это или нет, я пока что не знаю, к тому же стоимость может измениться, напоминаю, что это все еще общий тест. А для тех, кто будет сейчас кричать, ууу, все, и так турбобои, типа эта эксперименталка убьет боновую оборудку, трофейную и так далее. Я посмотрел, по своим характеристикам сейчас даже в самом высоком третьем уровне эта оборудка уступает обычной оборудке, там, боновой или трофейной. Ну, например, трофейная дает стабилизации 25, по-моему, процентов, или 26, боновая 27,5, вот. А здесь стабилизация составляет 11%, по-моему, максимально. Но при этом она еще дает в районе, там, 10-11% к скорости сведения. Ну, то есть, как бы... Это для тех, кто хочет объединить две оборудки. Это не значит, что она ультимативно лучше боновой и лучше трофейной, да? Она сочетает все качества двух оборудок, но при этом уступает каждый из этих оборудок по той роли, которую она способна выполнять. Это вы должны понимать. Опять же, все это дело еще... Цифры, я думаю, не конечные, настройки еще будут впереди, но концепцию я уже для себя понял. То есть, эта экспериментальная оборудка уступает более узконаправленной оборудке. Но при этом она может, ставясь в один слот, давать функции сразу двух слотов. Ну, например, вам чуть-чуть не хватает стабилизации, чуть-чуть не хватает скорости сведения. Вот, ставить стабилизатор, вам лишний он будет, там, с его 27%, да? Или ставить с привода наводки вам стабилизации не будет хватать. А вот по чуть-чуть, куда-то ткнуть, вот эта вот экспериментальная оборудка может заткнуть эту дыру. Ладно, с этим разобрались. Здесь я упомянул, что заслуженная награда 22-го года, туда же была добавлена декалька, типа вам медаль. Что лишний раз напоминает нам, что заслуженная награда в 22-м году будет по расписанию, то есть в конце ноября. Скорее всего, после 25-го ноября уже есть более-менее приблизительные даты. Также на общем тесте сейчас проведены настройки балансировщика. Теперь обещают, что молодые, неопытные игроки первые бои не будут попадать к более опытным соперникам. Для каких уровней, сколько боев и так далее, пока что данных нет. Просто вот такая вот плавная, расплывчатая такая формулировка, ну, типа забота о новичках. В патче 1.19 не обошлось и без новой техники, правда, пока что ее начислили только супертестером. Это пятый левел ПТ с двумя орудиями, такими же, как на советских тяжелых двухстволках. Это ПТ-шка, вот она у вас на экранах, с альфой 450 на фугасах и 370 на кумулятивах. Ну, на фугасах, как вы видите, пробитие здесь, ну, такое себе перезарядка между выстрелом 12 секунд, что, в принципе, для пятого уровня, я считаю, более-менее адекватно. Вот, также Panzer KV-1. Я думаю, KV-1 здесь, ну, не просто так, он реально на KV-1 похож. Вот только с пушкой с другой. Ну, я не большой танковый эксперт, могу я ошибаться, напишите. Ошибаюсь, нет. Может быть, это какая-то историческая машина, я просто про нее раньше не знал. Но на KV-1 прям песец похожа, может быть, башка немножко отличается. Т-32М тоже, все эти танки премиумный статус имеют. Мало чем внешне отличается от обычной Т-32 тяжелого танка Америки у нас в игре. Но по характеристикам немножечко отличается, я про него говорил уже, в принципе, есть отдельное видео. Не вижу смысла заострять. Ну, и, наконец, Т-16Ф-3. Китайский тяжелый танк 10 уровня с барабаном на 3 снаряда. Как вы видите, перезарядка внутри барабана 5 секунд. С пробитием у парня все в порядке, с учетом того, что голда здесь под калиберы. С броней, как для тяжелого танка, я не могу сказать, что прямо здесь имбища и имбища. Но она есть и достаточно крепкая. Вот, посмотрите, ВЛД, НЛД, башня. Ну, то есть, не думаю, что у него будут какие-то большие проблемы с танкованием. Ну, и не думаю, что будут большие проблемы его пробить. Угло склонения 8 градусов, то есть, ну, это не башня. Ну, и, опять же, с учетом того, что китайский танк неплохо. Также на общем тесте сейчас доступен режим аркада. Если кто летом пропустил, это режим, когда характеристики машин неожиданно меняются. Да, например, сейчас доступен режим спокойствия и режим эффект неожиданности, ну, прям параллельно. То есть, вы можете в них поиграть, при этом, ребят, Сотэкспресс, опять же, заверяют, что на старте патча 1.19 никаких режимов аркада не планируется. И вообще не факт, что они появятся в 2022 году. Зачем их добавили, что с ними тестируют в патче 1.19, я не знаю, но они там есть. Вот, если играли в режим аркада летом, напишите, кстати, как вы относитесь, хотели бы возвращение этого режима и понравился он вам или нет. Помните, когда там стабилизация у всех танков зашкаливала и так далее, там пробитие было, по-моему, нормальное. И все в этом духе. Ладно, ребят, это не полный список, понятное дело, что еще нет новогодних движок в патче 1.19, они там обязательно должны быть. Но в любом случае, первое представление о том, куда движется игра, мы с вами получили. Надеюсь, вы за это прожмете лайкос. Пока-пока.